Разговор начинается с самого злободневного. Переполнены и школы, и детские сады. Первые управленческие решения Юрия Полякова на посту главы Анапы тоже начались с социальной сферы. Первое, с чего начали, это мы начали с РГСУ. Когда мне доложили, что не работает РГСУ, я поехал на Тургенево и увидел, что здание имеет четыре этажа. Я подумал, что четыре этажа – это класс, это можем туда какое-то определенное количество детей направить. Следующий вопрос – это пристройка к шестой школе. Ну, начали, по-моему, без меня эту тематику. То есть мы только поддержали, попросили деньги, но вроде все получается, будем делать пристройку на 400 человек. Разговаривая с Горгипией, в крае мы разговаривали, было принято решение – Горгипия начнет строить в этом году школу на 1550 мест. За счет средств местного бюджета планируется выполнить проектные работы по строительству школы на улице Спортивной на 1100 мест. Такое движение впервые за десятки лет не может не радовать. И позиция главы – каждый участок земли для соцобъектов. В обязательном порядке сегодня надо забить пятна в городе. Вот пятно есть какое-то, забить его под школу. Пусть оно стоит год, два, три, пять, ну пусть это пятно будет. Прямо написать – школа будет такая-то. Это движется, каждый день движется на планерках. Все это постоянно обсуждаем. Участники встречи задали интересующие их вопросы. Например, о помощи администрации города в решении жилищного вопроса для приезжающих на работу в Анапу педагогов. Глава Анапы рассказал, что и эта тема в приоритете у властей. В ближайшее время будет такая хорошая подвижка у нас для социальщиков, так сказать, врачи, учителя. Звучит волнующий каждого неравнодушного анапчанина вопрос, как победить наглость застройщика. Речь о злополучной стройке на Крымской 174. Юрий Поляков рассказывает, участок в собственность частник получил в 2012 году. В 2016 через суд о разрешении на строительство. Противостояние идет в судах, администрация будет принципиально отстаивать позицию – стройка там не нужна. И это при всем при том, что это житель Анапы. Это наш житель, который ходит, находится среди нас. Да он плевать хотел, что вам не нравится. Вот он сказал, построю двухэтажную столовую. И его не интересует ничего. И он не слышит. Я собирал и армянскую общину, рассказывал там всем. Просил, говорю, послушайте, поговорите. Но на этом пятаке его наоборот надо расчистить весь. Расчистить до самого магазина, чтобы там ничего не было. Оставить остановку и там открыть площадку. Такие встречи глава курорта продолжит. Они позволят быть всегда на связи с жителями Анапы, обмениваться мнениями и вместе идти к намеченным целям.